МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Семпионов у Гомеля открыли тренировочную вежу по пожарно-прикладным спорте. Вадохрешинские окупанни. Каля 100 тысяч беларусов окунаются у льдяную ваду 19-го студеня. Завеи протягнуться до суботы. Дорожные умовы пагаршаются. А зараз об этом и иншим больше подрабязным. Больше за 100 тысяч грамадян России, которые постоянно проживаются на территории Беларуси, смогут проголосовать на местовых выборах. Про это заявили на посаджении Центра выборкама. Згодно с беларуским законом, грамадяне Российской Федерации, якие постоянно проживаются в Беларуси, могут так само обераться у местовые советы депутатов. На селетних выборах сирот вылученцы у 32 грамадянина России. Нагадаем, местовые выборы пройдутся в Беларуси 18 лютого. Беларусское товариство «Червоного крыжа» с лютого почне выдавать ваучеры украинским переселенцам. Больше за усе их будет продоставлено у Гомельской области – свыше 1 тысячи. Претендовать на допомогу могут пожилые люди, инвалиды, тяжарные женщины и мать, якие кормят новонародженных, а так само неполные и шмадзетные семьи. А товары ть ваучеры можно будет у крамах сетки Белка Апсоюза. Подарунки, веншаванни и успамины. У Лельчицким районе сёння ушановують у дельника Великой Айчинной войны Ивана Гайкевича. Не глядя ж на тое, что ветеран проживае у самой отдаленной вёсце района, у гостя до его приехали представники органов улады, громадских организаций и журналисты. Олег Сюнцеров сустрылся с юбиляром. Почас оккупации в 43-м годе вёска Дзяжинск была практически полностью спаленная, як до речи и больше вёск Лельчицкого района. А прича того, с фронтовой Великой Айчинной до дому не вернуется 78 мясовых жахаров. Сегодня их прозвище можно убачить на помняку, який находится у центра населенного пункта. После войны на месте спаленных домов побудовали новое. Сегодня у Дзяжинску проживаются около 700 человек, и сярут их только один у денег Великой Айчинной. На протягу дня у доме Ивана Гайкевича двери практически не закрываются. 17-го студеня святкуя 95-й годовый юбилей. Веншуюсь родные, представники профсоюзной и ветеранской организации. И вы счастливы тем, что вы находитесь в кругу родных своих, что у вас замечательная такая дочь, зять, что у вас любят все. А это главное – любовь, когда есть к человеку. Потому что вы добрый человек, вы всех любите, и вас любят все. У червоную армию Иван Гайкевич, призванный в мае 44-го, а я шепраз месяц на фронте, где знаходился до дня перемоги, за выключением полутора месяцев у шпитали, куда и трапил после ранения. У весь час Иван Гайкевич был кулямёрчиком, на этих немецких снайперах обвестили соправдные поливания. У фронтовым житей юбиляра у вогули было шмат моментов, когда приходилось вень меня лёгко. Почас боёв за тот же город-крепость Кенигсберг, например, али выстояли и перемогли. Они выходят, руки подняли, 60 человек, артиллеристы. Где-то уже оставили на передовой пушки эти, то уже туда пришли. Да они стали сдаваться в плен, эти же немцы. У послевоенный час Иван Гайкевич працавал лесником. У его троих детей, 13 унуков и 18 правнуков. Коли все сбираются разом, у хати просто нема свободного места. Хоть клопотятся ветеране не только родные, сегодня в Осимлевчинском районе засталось всего 13 у денег у Великой Ачины, яких не только запрашают на урочистости, али и постоянно наведываются по месту жихарства представники социальных служб. Постоянно мы их посещаем на дому каждого из них. И если сразу возникает какая-то просьба или потребность, она сразу же удовлетворяется и решается. Олег Синчеров, Валерий Капанько, Телерадо, компания «Гомель», Лечевский район. Першую в Беларуси поветренную ЛЭП на повышенных опорах увели у эксплуатацию у Мазары. Линия Калинковича-Дрозды у Дауженю складая больше за 20 километров. Я нагарантуе надейное электрозабеспечение новым микрорайонам. Пробудовництве объекта выкористаны металличные опоры полегшенной конструкции. Их вышеня складая 61 метр. Я надо позволить повысить надейность работы линий электропередача. До того ж, выключить контакт у выпадку падения дрыл. Ситуация вокруг моста у Житковичах на постоянном контроле у Рада. Не выключено, что замест понтонной переправы, якая не различена на крыгаход, будет працовать паром. Про это поведомил министр по незвычайных ситуациях Владимир Вашенко, отказывающий на пытание журналистов. Нагадаем, зараз людей про Спрыпять переправляют катеры МНС. Сегодня у Гомеля пройшли урочистости с нагоды 28-й годовины утворения войсковой части номер 55-25. Какую роль она выполняет в заховании громадской безопасности, доведались наши корреспонденты. 18-го студеня 1990-го года, за гадой министра внутренних справ СССР, у Гомеля был створен 145-й особный специальный батальон милиции войсковая часть номер 55-25. Она была закликана допомогать у охове громадского аппарата. За 28 годов некольки разов меняла прописку, а леголовная миссия заставалась раннейшей. Как отзначит дату с основания войсковой части, у Гомеля провели урочистый сход и святошный концерт. В зале городского центра культуры представники Министерства внутренних справ Украины, керавництва в области, города, ветераны службы и особого состава войсковой части. Узнагороды лепшим уручил наместник министра внутренних справ Республики Беларусь, командующий внутренними войсками Юрий Караю. Личный состав выполняет задачи с очень высоким качеством. Особенно хочу выделить патрульных, которые в четырех городах, Гомеле, Речице, Светлогорске и Мозере несут службу по охране общественного порядка. И, конечно же, наших саперов. Из них двое были награждены недавно. Из рук министра внутренних дел получили государственные награды, орден и медаль. Наши саперы, они огромное количество боеприпасов разминировали за один раз. Словы поддяки и захвачивание состав части так само отрымал от управления внутренних справ Гомельского обл. Канкама, керавництва в области и города. Только за минулый год особовым составом части затрымано больше за 13 тысяч правопорушальников. Саперно-перетехничная группа ожитявила свыше 300 выездов. По сигналу объект заминированный. Выявила, из них шла больше 700 выбухово-небеспечных предметов. Уважаемые сослуживцы, ветераны, хотелось бы в этот день поздравить всех с праздником, пожелать успехов в нашей дальнейшей службе, коллектив бригады сплоченной. Те результаты, которые достигли мы в этом году, да и предыдущие 28 лет показывают, что у нас есть потенциал, который мы будем только развивать на благо Республики Беларусь. На первые дни профессийного святого ротовальника у Гомеля презентовали новую учебно-тренировочную вежу. Объект разместили у середней школе номер 9. Тут все лето открылись спецклассы по попереджении и ликвидации надзвычайных ситуаций. Наученцы школы неодноразово представляли Гомельскую область на споборництвах по пожарно-прикладным спорте. Подробязности в наступном сюжете. Популяризации пожарно-прикладного спорта у регионе сприяют высокие показчики на споборництвах и перемоги наших команд на чемпионатах краины и света. Юные спортсмены отставать не жадают и затекавлены у добытцев з нагород такого ж узровню. А для гетага необходимо тренироваться. Махчимості уже маються. Для того, чтобы дети развивались по направлению пожарно-спасательного спорта, принято было решение построить башню учебно-тренировочную, которая позволит учащимся не только нашего железнодорожного района, а и любому ребенку, который займется данным направлением, заниматься в зимнее время, скажем так, в теплых комфортных условиях. Ребята могут начать заниматься уже с четвертого класса. То есть достаточно иметь основную группу здоровья и собственное желание, добро родителей, и ребенок будет заниматься. Занятки на учебно-тренировочной базе распочнутся уже на гэтым тыдні. Тут будутся отпрацовываться основные элементы переодоления высокой перешкоды при выратовании людей с шмат поверховых будинков. Показать отриманные навыки дети смогут совсем худко. Первый строк запланованных селета стартов отбудется на приконце зимы. У планах перевысить показчики 2017 года. Девочки были на третьем месте, ребята остались на пятом месте. Но уже поработав вот этот определенный промежуток времени около полугода, результаты уже показаны достаточно серьезные детками. И я думаю, что ближайший чемпионат в феврале месяце мы уже достойно сможем конкурировать со всеми командами республики. И я думаю, что без призов мы точно не вернемся. У Гомельской области это другая по лику в учебно-тренировочная вежа. А совсем худка подобная з'явится и у Мазыры. А кроме спортивного объекта у школы открыли так само и музейную комнату «Гистория пожарной справы». Присвятили ей деятельности пожарной аварийно-выратовальной части номер 6 города Гомеля. А так само досягнением активистов Белорусской молодежной громадской организации выратовальников пожарных. Евгения Кухаронак, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Завтра на Гомельщине пройдет один день здоровья. Его присвятят профилактици гриппу и в острых респираторных инфекций. В нашем регионе что год фиксуется больше за 450 тысяч выпадков захворывания. До 70% – сяродзятей. Зараз захворываемость находится на низком узровне. На 20% ниже, чем у ответный летний период. Одним эффективным методом бороться с гриппом з'является вакцинация. Так, у минулым сезонне, дякуючи ей, удалось попередить больше за 1400 выпадков. Згодно с прогнозом специалистов, эпидемичный уздым чакается у концы студене, початку лютого. Паниковать не треба, а вот выполнять меры профилактики обовязково. Як это робить? Специалисты областной санитарной службы откажутся под час промой линии, ее номер 75-74-77. Працовать я на будзе с 10 до 12 годин. Для купания на воду хрыша обсталюют купели у кожным районе Гомеля. Неазменным и самым популярным местом застанется набережная сожа у районе Киевского спуску. Хрысный ход и освещение воды там отбудется о 10-й године ранеце 19-го студене. У раце сож так само можно будет окунуться и на другом березе, у пляжной зоне, злева от пешеходного моста. Жадающих окунуться чакают и на водоеме каля храма Святого Архангела Михаила по Рыческим проспекте, а так само на озере каля храма Преображения Господнего по улице Каменшикова. У Новобелецким районе место для купания будет организовано на Новобелецким пляже. У Чигуношным на водоеме у районе в улице Озерной. У Советским каля вратовальной станции Заходняя во урочише Шведская горка. Во всех остальных местах водохрышинские купания заборонены. Дореча по усею в Беларуси, у них плануется уделы больше, как 100 тысяч человек. Специалисты освода отзначают, что самое массовое купание шакаются минавито у Гомельской в области. Гомельская городская организация прогнозует удел каля 50 тысяч человек, Мазырская – 30 тысяч. Для захования безопасности разом с работниками Аховы здоровья и милиции будут дежурить сопротивники МНС. Они закликают избегать стихийных мест окупания, адекватно оценивать свое здоровье и не окунаться в нецвярозом стане. Сегодня у Гомельским спасопроображенским храме сострелили одну из наибольшь шануемых святынь христианского света – частицу Рызы Господней. И она прибыла на Беларусь за Листинской епархией, что у Калмыкии. Состречу святыня узначали епископ Гомельский-Жлобинский Стяфан. Три годы тому гомельские верники уже ошановали у Кафедральном соборе частицу Рызы Господней, размещенную у Крыжи Машевяку. Уличываючи жадание великой колькости православных, было вырешено хрестным ходом провести святыню по храмах у Гомельской епархии. Так само за листы на Гомельщину доставлены каучех с мощами святой Матроны Московской. У Гомельским Спасо-Проображенским храме святыня застанутся до 4 лютого. Верники смогут поклониться им и попросить заступництва подчас штуденных молебнов с 8 до 20 годин. После Гомеля святыня хрестным ходом будут доставлены у Светлогорск, Жлобин, Рэчицу и Рогачоу. Сегодня, дорогие братья и сестры, мы с вами встретили частицу мощей Блаженной Матроны Московской и крест Господний, где есть частица креста Господня и мощи угодников Божиих, которые уже не впервые приехали к нам, чтобы мы имели такую с вами возможность не ехать куда-то в Москву или еще откуда-то, а здесь на месте нас в городе Гомель поклониться святыням, которые для каждого из нас, православного христианина, очень важны в духовной жизни. Представники Итальянской Ассоциации Допомога Детям Парма сегодня приняли уделу открытия фотовыставы «Спадчина эпох». У Палаца Румянцевых и Паскевича представлены сюжеты сучасной и одночасово старожитной Гомельщины. Усе 30 работ належат одному автору, особистому фотокорреспонденту Белта Сергею Холодилину. Здымки рассказывают об знаковых обрадах и святах беларусов, а так само об особистостях их проведения на Гомельщине. Работы zrobлены на протягу двух опошних годов. У объекты у фотокамеры трапели такие обрады, як гуканье весны, сула, купалье, сероцветочных мероприемств, клич-палесся, льняная карусель и іншые. Многие здымки притягивают увагу яскравостью народных костюмов, але и есть работы и с повсяденным колоритом. Як оказалось, яны далися авторы не самым легким шляхом. За моей спиной свадьба золотая. Я попал случайно и узнал, что люди идут завтра расписываться, вернее, регистрировать брак через 50 лет. Я пытался их выговорить, сделать такую семейную фотографию. Это было сложно, сложно, люди, которые прожили 50 лет вместе, им сложно было, для чего это надо все, для кому это надо. Я говорю, это очень важно. Получилась такая уникальная фотография. Вот люди, вот они, простая пара семейная, которая живет в Лоеве, надеюсь, теперь живет еще. Завею Беларуси протягнуться до субботы. Такий прогноз робят метарологи. У свою чергу у ДАИ означают, что такое надворье пагаршает бачность на дорогах. Держаутоинспекция Гомельской области просит у дельника руху быть больше уважливыми. Водителям варта контролевать худкость, а пешеходам памятать про фликеры. Гэты иншановины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by. Далей у эфиры де-факто и спортивный огляд. А я с вами развитываюся. Усего доброго и до встречи у эфиры. Эфир телеканала Беларусь-4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. В Жлобинском районе сотрудники милиции задержали 36-летнего жителя райцентра и изъяли у него автомат. Районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело. В ходе предварительного расследования установлено, что нигде не работающий жлобинчанин осенью прошлого года незаконно приобрел автомат АКМ-74 и патроны к нему. Оружие с боеприпасами он хранил в лесу около деревни Малевичская рудня. Желание пострелять из автомата и подвело мужчину. Подозреваемый без какого-либо разрешения приехал на полигон, где охотники пристреливают охотничье оружие. На полигоне он стал стрелять из автомата. Был обнаружен сотрудником разрешительной системы, который приехал туда с гражданами для пристрелки оружия и впоследствии был задержан. Оружие, 24 патрона и стрелянные гильзы были направлены в Государственный комитет судебных экспертиз. Гражданин Украины пытался провести в Беларусь марихуану, сообщили в Государственном таможенном комитете. Инцидент произошел в пункте пропуска Новая Гота, через который ехал украинец на Тойота РАВ-4. Служебная собака Гомельская таможня своим поведением указала на возможное наличие наркотических средств. В технологической ниже между передними сидениями автомобиля гомельским таможенским была обнаружена металлическая баночка, в которой находилось высушенное вещество растительного происхождения темно-зеленого цвета. По объяснению данного гражданина он оказал, что это вещество является лекарственным средством под чечуйной травой. Представленное таможенным комитетом вещество является опасным наркотическим средством не используемым в медицинских целях марихуаной. И напоследок занимательный видеофакт. В Светлогорском районе спасатели вытащили джип, застрявший в пойме Березины. Внедорожник на полметра ушел под лед на лугу неподалеку от деревни Затон. Обошлось без пострадавших. Операция по извлечению машины длилась несколько часов. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжают новости спорта в студии Михаил Садовский. Здравствуйте. В эти дни в Гомеле проходит открытое первенство области по дзюдо. В соревнованиях принимают участие спортсмены 2000 года рождения и старше. За победу в семи весовых категориях как у парней так и у девушек поспорят порядка ста спортсменов. К слову накал борьбы над отами с дюшоргом Сельмаша достаточно серьезный. Эти соревнования являются отборочными на чемпионат Республики Беларусь который состоится уже через неделю. Сейчас в Гомельской области мы переживаем в мужском дзюдо смену поколений поэтому мы просматриваем здесь молодых перспективных борцов. Почему? Потому что нам все-таки перспективы мы надеемся что мы опять повторим свой успех у нас будут медали на Олимпийских играх Европе и мира. Вместе с футбольным клубом Гомель из отпуска выходит представитель нашей области в первой лиге. С 22 января Мозырская славя начнет планомерную подготовку к стартующему в середине апреля чемпионату страны. А буквально на днях командой был представлен новый главный тренер а отныне клубом руководит Михаил Мартинович. Стали известны и первые спарринг партнеры Мозырян. 31 января в Слуцке славя сразится с местным клубом. На 11 февраля назначена игра с Могилевским Днепром. Напомню по итогам минувшего сезона Мозырская славя покинула высшую лигу одержав всего 4 победы в 30 матчах и заняв предпоследнее место в турнирной таблице. Сегодня состоится очередной тур чемпионата Беларуси по хоккею в экстралиге в группе А. Жлобинский Металлург отправился в гости к соседям по турнирной таблице Динамо из Молодечна. Гомель же свой поединок проведет дома. В 32 туре снова скрестят клюшки финалисты Кубка Солея. Гродненский Неман на данный момент третий, Гомель четвертый. У обеих дружин на балансе по 69 баллов. Так что можно сказать игра будет идти за 6 очков. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова